Друзья, всем привет! В этом ролике не будет альпинизма, говорю сразу веревок, крыши и так далее Будет обычная болтология Я уже, вот не поверите 11 дней, 11 дней без работы, прикиньте То есть у нас получился такой мини-отпуск короче говоря, не я только не я, а только один, без работы а и весь коллектив, короче говоря наш Кто на озерах, кто в гости уехал там к себе на родину Кто куда, короче говоря Ну, а я все это время ну где-то дней, наверное, 8-9 болел тупо. Сегодня у меня первый день когда я себя чувствую просто реально прекрасно. У меня даже обоняние сегодня появилось Наконец-то я начал чувствовать запахи и вкус и вкусы еды Вот. Что, несомненно меня очень сильно радует Я реально, прикиньте, вот 11 дней без работы, я реально тупо соскучился Сегодня даже мне сон снился что я работаю на веревках там ну, какой-то вид работы выполнял я уж сейчас не помню Суть в том, что был на веревках Прикиньте, да просто реально соскучился 11 дней без работы Завтра должен вопрос решиться у нас по поводу материала по поводу мастики Дай бог, все решится положительно, то есть в нашу сторону и мы наконец-то приступим к работе Чего, несомненно, хочется очень сильно Вот Так что Не забывайте про меня Скоро будут ролики про мою работу Я даже у меня были мысли вчера или сегодня, я уж не помню Съездить до Илюхи, взять там кусок веревки какой-нибудь И тупо дома на турнике там какие-нибудь эксперименты поставить Там подняться, допустим, зажумариться На десантере там и так далее Уже даже вот такие мне мысли посещают Реально потому, что начинаешь сходить с ума Да? Согласитесь, друзья 11 дней без работы В сезон, летом И еще, знаете Что самое-то интересное Все вот эти дни Погода была просто на 5 с плюсом Там один день, по-моему, был дождь И то под вечер Погода прям реально рабочая, классная Но Но мы отдыхаем, короче В маленьком отпуске Немного поснимаю сейчас ЧТЗ Сейчас надо с Илюхой будет встретиться Поболтать, посидеть Давно мы не виделись уже с ним Потом На родину На свою, где я жил На Крылова На башню, короче говоря, схожу Тоже поснимаю немножечко Если кому интересно Такой, в общем, друзья, будет видосик И тут, кстати Вот эти 11 дней сижу дома И меня даже посещала, знаете, какая мысль Устроиться в Яндекс.Такси Да-да-да На арендованное авто Начал читать Условия, значит А потом до меня доходит, знаете, что Сейчас покажу Потом до меня доходит, знаете, что То, что телефон-то мне, короче, не годится Для работы в Яндекс.Такси Он реально, вон, смотрите Весь разбитый, сломан у меня Капец Телефон у меня падал с 10 этажа После того, как я его нахрен отремонтировал полностью Отдал пятак, помню, за ремонт Экрана, батарейки И вот он у меня упал Был у меня ролик на канале Если кому интересно, ссылка будет сверху Справа Короче, в такси идти не вариант Из-за телефона Это раз Во-вторых, ну, блин, все-таки Опасная работа В такси, я считаю Потому что там с людьми работаешь И так далее Также вот этот мини-отпуск У меня получился без денег В кармане Да-да-да Потому что июнь у меня был месяц сложный Ролики у меня были там про стекло-мой Там, где я делал одну свеску И мыл одно окно Короче, ни хрена я не заработал в июне Ну, по меркам промышленного альпиниста Вот Это вот хреново Так что, короче, без денег сижу Еще такой момент вспомнил Вот все мои ролики Сколько у меня на канале? 78 роликов Я снимал вот на эту камеру На которую сейчас я опять же снимаю видосик Но этой камере осталось жить немного Сейчас покажу Включу телефон Сделаю вставку Смотрите Сейчас Секундочку Вот этот USB шнурок То есть небольшой короткий провод И USB С помощью него я подключаю к компьютеру Ну и Скидываю отсюда данные на компьютер Но ему уже, короче, пришел конец Видите, я подмотал его Скоро ему придет конец Также здесь можно Коннектиться к компьютеру Через Вот это соединение Вот снизу которое Но Последнее время у меня Компьютер перестал видеть камеру Пишет, что нет дров А дров я скачать не могу Забивал уже название камеры Вот HDRSX360 Забивал название камеры Дров нету ни хрена И винда у меня семерка Она не обновляется Обновление отключили Раньше обновлялась И камеру винда видела Видимо, что ли Короче Вот у меня сейчас единственное соединение С компьютером только вот это И ему придет конец Можно, в принципе, в ремонт ее отдать Но смотрите, она в каком состоянии у меня Ну что, стыдно даже в ремонт ее отдавать будет А, и тут, смотрите Не только получается Сейчас Секундочку Тут не только дело в USB в этом соединении Также тут линза, короче, по углам Уже начала облизать Или как это правильно называется Я не знаю Ну, короче, линзе тоже скоро придет конец Да, вот такая камера На основном канал я снял на эту камеру 280 роликов Ну, плюс роликов там 50 удаленных И на этот канал 78 роликов Вот на эту камеру все было снято Боевая камера Она у меня была И в цехе, где я тачки кресла шпатлевал Видите, шпатлевка тут И с мастикой на вировках Она у меня висела рядышком Ну, короче, вот Боевая такая камера Но качество более-менее у нее хорошее Ну, вы, наверное, обратили внимание по роликам Это что касается камеры Сейчас до Илюхи дойду Он там у себя, короче, нашел какую-то камеру Sony Красную Да-да-да Говорит камере много лет Так же, наверное, как и этой Вот этой камере получается уже 12 лет Представляете? 12 лет И тут фу, работает еще Мать ее Вот, сейчас дойду до Илюхи Посмотрю, что там у него за камера в Sony Ну, он говорит, она хреновая прям вообще Посмотрим Так, ну все, Илюха отписался Илюха дома Иду до него Поздороваемся С нашим братом-альпинистом Смотрю, что за камера И пойду дальше Ну, как-то так Такие планы И вот по поводу вот этой камеры На которой сейчас снимаю Да, переживаю очень сильно Потому что, если она сломается То мне снимать уже будет Как бы не на что Если вот эта камера Илюхина Вообще прям плохая будет На плохую камеру я не буду снимать Ролики должны быть качественные Вот Как-то так, короче А что-то у нас в этом сезоне По заработку Ну, у меня, по крайней мере По заработку не очень Потому что я все время провожу время Кого-то обучаю Там спускаю Показываю что-нибудь там Спускаясь просто так, допустим Ну, с молодым бойцом Чтоб он не боялся Короче, какой-то такой у меня сезон Сегодня В этом году сезон обучения Вот И, не знаю, заработаю на камеру Нет Да какая камера? Мне надо заработать на На Саплок Допустим Каска мне нужна Ну, нормальная Альпинистическая Скажем так Вот Еще и камера плюс Если камера накроется Ну, на камеру Сто пудов денег не будет Так что Короче, потеряете меня, друзья А на покупать камеру Ну, вот такая же примерно камера Стоит рублей примерно 8 Ну, бушная, старая 8 рублей Ну, я не потяну на камеру Так что говорю сразу Если, короче, потеряюсь То роликов у меня не будет Короче, меня не на чем снимать По итогу окажется Вот Такие вот, короче, дела Строение хорошее Но вот Осознавая то, что Со мной сейчас В данный момент происходит То надо Второе Третье Сразу настроение падает Короче Ладно, все Дошел до Илюхи уже Илюха, здорово Всем привет В общем, друзья Остану себя Скорее всего Со своей камерой Буду на нее снимать Пока она еще будет жива Да? Выше я показывал ее состоянием Посмотрела камеру Которую Илюха предлагает Но Она не соответствует Как бы тому Что здесь написано Она, смотрите Модель свежее, чем у меня Пикселей даже больше Вот Но Это не камера Я не знаю, что это Как Илюхой ее можно назвать? Я не знаю Хлам какой-то Хлам вообще Да, да, да Почти на полочку поставить И знаете, о чем меня тут Удивила Надпись на ней какая Сделано В Японии Написано Представляете? Вот Короче, нет Вообще не вариант Здесь даже линзы Нет Здесь линза меньше Чем в телефоне В обычном Короче, Илюха Купил камеру Поторопился А она оказалась Не камерой Но это было Давно же Лет 5 назад Да, Илюхой Вообще Это древняя камера Все, отбой Ни разу не работала Зато Да Выставляй на Авито Говорю Эпитак ее Послушайте Здесь даже болты Вон с завода Не закручены Не закручены Здесь все эти болты Зато пленочка Зато пленочка, да Если надо Кому-то пацаны Запятак отдадим Короче Все работает Четненько И все С Илюхой мы попрощались На связи с ним Короче говоря Встретимся уже При переезде Сейчас иду на Свою родину На ЧТЗ На башню И Буду проходить Вот сейчас Минуты через две Через одно Интересное место Мы когда были маленькие Мы реально Боялись этого места Мы просто здесь ходили Через Я иду по улице Котина Кстати И мы когда ходили На первое озеро По этой улице Мы проходили Мимо этого места И все время Боялись Мы просто маленькие были Мы не осознавали Вообще Что там происходит Что там может происходить И должно происходить Буду проходить Больничный городок ГКБ-8 На Горького Горького Котина Ну короче Сейчас покажу Это место Которое мы боялись В детстве Вот это место Ребят Патологоанатомическое отделение Короче морг Здесь видите Окна Ну закрашенное Изнутри чем-то Вот мы маленькие Помню Подбегали к этим окнам Туда заглядывали Пытались что-то высмотреть Жуткое Жуткое место Прям в детстве Я помню Даже сейчас Такие воспоминания У меня Вот так выглядит Короче Плюс Здесь вообще Больничный городок Здесь все есть И хирургия И так далее И вот смотрите Вот обратите внимание Вот на тот дом Жутко выглядит Да Я не знаю Это постройка Каких вообще лет Наверное Пятидесятых Шестидесятых Наверное Скорее всего И вот нам казалось Что там Короче Что-то делают Что-то делают Нехорошее С людьми Ну реально Когда там проходишь Там какие-то звуки Все время Помню были Шум какой-то стоял Знаете Как будто Пилорама какая-то Работает И вот Фантазия же у детей Она такая Безграничная Вот нам казалось Что там Не знаю Людей распиливают Что ли Что-то такое Да Жутковато Давно я кстати Здесь не был И вон Вот я вижу Построили переход Наземный Видите Между его Получается Хирургия И Терапия Офига себе Прикольно Красавцы Молодцы Вот он Прямо передо мной Роддом Здесь Вот я родился Ровно 39 лет назад Представляете В 83 году Да Да Красиво Так выглядит Он сейчас Подвергся Видимо Отделочным Работам Да Прикиньте Пацаны Здесь я родился Потом Моя младшая Сестра Старшая Сестра У меня родилась В городе Кургане Мы вообще Как бы Ну Мама С папой У меня Оттуда Да Вот он Роддом Фига А вот Обратите внимание Справа здания Да Стоит Вот это Неужели Его достроили И Евроокна И вроде Там что-то Короче Какая движуха Происходит Да Когда мы были Маленькие Я жил вон там За дорогой Ну через дорогу Мы мелкие Короче Лазили По этой стройке Она была Разрушена Без окон Без труб Ну вообще Разворованная Полностью Была стройка Мы там Короче Жгли костры Тусовались Девчонками Помню Да Да И причем Это здание Оно было Длиннее Если не ошибаюсь Оно было Длиннее Почему-то Сейчас Короче Стало Или это Уже Эффект Манделла Так сказать Работает Ну вот Короче На этой стройке Мы в детстве Тусовались Да Вспоминания С детства Здесь Тоже С пацанами С девчонками Сидели Вот на лавочках Вот на этой Аллее Как-то так Идем дальше Вот собственно Родина моя Так Это улица Горького Это улица Крылова Туда я Не пойду Мой дом Где я Родился И вырос Так скажем Жил я в нем До 22 лет Потом переехал На съемную квартиру Мой дом Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шестой Вот отсюда В ту сторону По Крылова Вон там Находится школа Где я учился 106 школа Вот она Там за ней Есть еще садик В котором я был А вот здесь Были ясли Ясли сад Раньше Сейчас его снесли И вот Строим Вот такое Замечательное Заведение Ну тоже Если я не ошибаюсь Будет садик какой-то Короче Вот Такие дела Здесь вот Здесь вот У нас был Вот здесь вот Видите зеленые Зеленые арки Такие И чуть правее Был Кинотеатр Киргородок Назывался Да Мы ходили туда Кино смотреть Фильмы всякие Также по вечерам Там были дискотеки Проводились По пятницам По-моему Что ли Да-да-да Капец Там еще подвал Есть такой Мы там курили Дрались На улице Потом выходили Тут тоже Все время Драки были Кровь Короче Ну детство У всех Наверное Такое было Да Вот всякие там Клубы Раньше были Кинотеатры Ой господи Знаете Вот нахожусь Сейчас на Улице Горького Вот здесь Вот и прям Душа радуется Реально Родина Вот я здесь вырос 22 года Получается Уже Еще тут Такая особенность Есть на улице Горького Вот видите Двенажка стоит И девчонки там сидят Вон Да-да-да Тут по всей территории Получается По всей длине Горького Вот такие вот Девчонки стоят Здесь вот Как сейчас помню 39 магазин Раньше был И вот здесь вот В 90-х Или в начале 2000-х Не помню Стояли автоматы С газировкой Да-да-да Не помню Сколько стоили 2 копейки Или 5 копеек Кидаешь Монету И пьешь газировку Помню Прикольно было Короче Также сейчас буду Проходить рядом С Со знаменитой Кулинарией Она реально Единственная такая В нашем городе Челябинск Называется Мечта Здесь самые вкусные Пирожки Наверное Из всех возможных Короче В нашем городе Да Вот она Мечта Имейте ввиду На улице Горького Она находится На башне Офигенное место Вот она Мечта Кондитерская Здесь охренительные Просто пироженки Я когда В автобизнесе Работал Я сюда Раз в неделю Заезжал Покупал Трубочки Ну и так далее В общем Разные 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 Всякие Пирожные Ехал на работу И мы кушали Всем коллективом Как-то так Вот добрался я уже До башни Кстати Сейчас Дальше будет башня Вот она Старая башня Похоже Знаете На то же здание На котором Мы с Андрюхой Висели В декабре Иллюминацию Делали новогоднюю Есть ролики У меня Два ролика На эту тему Про иллюминацию На замке Там замок Правда был Пятиэтажный Ссылка будет Сверху справа Кому интересно Ну и А вот новая башня Вот прямо находится Ну а сейчас все Жду маршрутку Еду Еду в сторону дома Поехали Плавно я переместился На ЧМЗ ЧМЗ я все время Показывал только сверху С крыши С крыши с разных Да Вот сейчас на нем Нахожусь Дышу этим Замечательным воздухом Позади меня Находится Автосалон Тойота Кстати Ровно один день Я здесь проходил стажировку Да-да-да Я хотел сюда устроиться На работу Я не помню Какое это было В 2015 году Прошел один день стажировки И знаете Что мне сказали Вечером Руководитель отдела продаж Она сказала Вы слишком наглы И типа того что Стажировку вы не прошли Но мы вам можем предложить Пройти еще Еще один день Пройти стажировки Ну чтобы Какой-то результат У них был По поводу Меня Короче Я отказался Второй день стажировки Проходить не стал Потому что мне не понравилась Атмосфера Вот в этой В этом Автосалоне В Тойоте Реально там Один негатив Вот прикиньте В автосалоне Полная тишина Нельзя С друг другом Разговаривать Что-то там Смеяться нельзя Как-то выражаться Ну то есть вообще Прям обстановка Просто Просто жесть Короче Я не знаю Как я этот Один день выдержал Но было весело Там я был И еще один был парнишка Тоже стажировку Проходил Как и я Тот прошел А я нет Короче Сказали слишком наглый Ну как-то так Так ЧМЗ Я вам сверху не покажу Только с земли Сейчас камеру поверну Собственно вот Это салон Тойота Это получается Автомир Московская сеть У них 55 автосалонов По всей стране У них все Очень жестко Прям все По регламенту Там звонки Надо было Принимать там Не дай бог Допустим После общения С человеком Не пригласил его Допустим На встречу Все Это штраф Там 20% Что ли Ну там жестко все Все По московски Короче говоря Вот ЧМЗ Там дальше КС Дальше Черкасская улица И так далее Это вот автовокзал Северные ворота Как-то так Сейчас возможно По переходу Буду идти Покажу вам переход Он просто в ужасном состоянии На самом-то деле Просто там Очень жутко Я вам признаюсь Как-то так Сейчас возможно Поснимаю Если у меня камеру Там никто не заберет Здрасте Сейчас подошел ко мне Молодой человек И говорит Вы блогер, да? Я говорю А что хотел-то? Он говорит Ну просто интересно Вы снимаете Я говорю Ну да Канал Дневник альпинист И дневник менеджера Он говорит Ладно Вечером посмотрю Прикиньте Такие дела А там дальше После остановки Там Я прошел немножко Уже начали Просить мелочи И так далее Это тут нормальное явление На ЧМЗ Реально как бы Каждый второй Короче просит мелочь Как-то так Все Идем по переходу И так далее Ну вот собственно Начало подземного перехода Да-да-да Не удивляйтесь Какая здесь Атмосфера Чем летом Здесь допустим Наверху Над переходом Тепло А здесь прям Реально холодно Жест короче Ладно Камеры что-то беру Случать не буду Народ Вот так здесь Немножко Жутковато А еще сейчас Более-менее Время Сколько Время полдевятого Тут собаки спят Короче Как нормально Здесь вот по идее Днем Куча отделов Работают Ну торгуют Всяким там Шерпотрепом Там дальше Авторынок у нас Бывший В общем Как-то так Всем спасибо Кто досмотрел Этот ролик до конца Получается Что вы со мной Провели практически Весь день Да-да-да Обычный лайтовый Видосик Про будни Альпиниста Который Нафиг Уже не работает 11 дней Да-да-да Кому видосик понравился Ставьте лайки Друзья Пишите любой комментарий Вы знаете Я читаю все комментарии Ну все, друзья До следующих встреч Надеюсь Завтра вопрос решится С материалом А мы наконец-то Приступим к работе Ну все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok